Анатолий Бибилов поблагодарил Рашида Нуркалеева и Совет Безопасности Российской Федерации за внимание к Южной Осетии и нацеленность на обеспечение всесторонней безопасности республики. Я думаю, что те вопросы, которые сегодня нам предстоит обсудить, они архиважны для республики Южная Осетия. И по тем поручениям, которые были со стороны президента Российской Федерации по тем обращениям, которые во время нашей встречи я сделал, я думаю, что эти вопросы фактически уже находятся в стадии решения. И в этих же вопросах, конечно, обеспечение безопасности республики Южной Осетии в энергетическом плане, безопасности его инфраструктуры, дорожной сети, которая у нас единственная дорога, которая связывает нас с Российской Федерацией и Троцком. Эти все вопросы необходимы. Рашид Нуркалеев отметил, что выездная группа в Южной Осетии будет работать по двум направлениям – по вопросам безопасности и социально-экономическому. Мне хотелось бы, чтобы тоже можно было все-таки определиться и с другим объектом. Это гидротехническое сооружение Занкарское водохранилище. Мы знаем, что сейчас там вода, по сути дела, ушла. Но, тем не менее, мы должны просто еще раз обратить внимание, хотя бы какая-то должна быть оценка этого состояния. Что мы будем с ним делать? Представляет он интерес для республики, с точки зрения, будем говорить, возможного использования. Мы его рассматривали как объект повышенной опасности, с учетом того, что длительное время практически не было никакой работы, связанной с его реконструкцией. Ну и вы сказали, что если посчитать киловатт 35 рублей, конечно, это не та история. Поэтому коллеги предлагают нам другой вариант, но уже другой вариант через штурминг. И надо это все вместе нам оценить с точки зрения экономического, будем говорить, среза. Также совместно с представителем Минэнерго-России, с заместителем министром Андреем Владимировичем Черезовым и специалистами мы проверили условия для строительства кабельного участка высоковольтной линии электропередачи в Штольнеровском туннеле. Должен сказать, что я посетил его первый раз. Хочу сказать, очень уникальное сооружение. И, в общем-то, сегодня, по крайней мере, слышал профессиональные оценки, профессиональные варианты для того, чтобы действительно обеспечить бесперебойное снабжение электроэнергии по республику Южной Осетии в случае каких-то чрезвычайных ситуаций. Я думаю, что этот вопрос и для республики Южной Осетии, и в целом для безопасности России и Южной Осетии является важным как с точки зрения и гуманитарной составляющей, так и с точки зрения обеспечения безопасности. Нургалеев отметил, что представители межведомственной группы изучат вопросы медицинского обеспечения в приграничных районах Южной Осетии и вопросы противодействия эпидемиологическим угрозам. На совещании обсуждались также возможности развития сельскохозяйственного направления. По словам Анатолия Бибилова, одним из самых насущных вопросов остаётся обеспечение водой Тинагарской зоны Ленингорского района. В связи с тем, что Республика Грузия перекрыла и не пропускает через эти селы Телеконский канал, и фактически поступление воды рассетительной полностью фактически прекращено со стороны Грузии, поэтому, конечно, необходимость создания такой резерва воды именно для того, чтобы эти земли были расширены. Опять мы понимаем эти, можно сказать, самые плодородные земли в Республике Южной Осетии, причём население именно этих сел, они действительно дружники, любят работать на земле, и, наверное, надо будет им создавать вот эти возможности. Участники совещания обсудили вопросы взаимодействия силовых структур Республики Южная Осетия и Российской Федерации. Рашид Нургалеев отметил, что межведомственный выезд по этому направлению проводится в рамках подписанного плана сотрудничества между аппаратом Совета безопасности Российской Федерации и аппаратом Совета безопасности Республики Южная Осетия. Его задачей является рассмотрение ряда актуальных для нашего государства вопросов. Они связаны примерно с такими задачами, как реализация соглашений в рамках договора между Российской Федерацией и Республикой Южной Осетии о сведущей интеграциях 18 марта 2015 года. Конечно же мы понимаем, что это для нас является базовым документом, базовым документом, который мы рассматриваем. И мы, конечно, все вместе здесь, и силовой блок, и те, кто сюда приехал, я о них отдельно расскажу, наши коллеги и партнеры, они являются для нас указанием руководителя нашей страны Владимир Щепутин. Это касается, еще раз говорю, Министерства внутренних дел о создании и функционировании совместного информационно-провенционного центра, о софинансировании расходов, связанных с поэтапным повышением материально-технического обеспечения органов внутренних дел, денежного удовольствия и социальной гарантии работников органов внутренних дел Республики Южная Осетия. Это касается Министерства обороны и вопроса порядка вхождения отдельных подразделений вооруженных сил Республики Южная Осетия в состав вооруженных сил Российской Федерации, а также и вопрос, который для нас тоже очень непростой, но его надо решать, это пенсионное обеспечение военнослужащих и их семей. Стелла Бязарова, Арнольд Харебов, Рауль Кочев, Тамерлан Кусраев. Информационный выпуск сегодня.